Здравствуйте, с вами ведьма Алена Полынь и мы с вами смотрим карты, очень интересные карты, которые называются Таро Метабаронов. Ходоровский ввел достаточно серьезный эгрегор, ну такой он комический, немножко не в смысле веселый, а в смысле что он в комиксах, да, в комиксах начал гулять, жить своей жизнью и естественно уже стал эгрегором. То есть как когда-то вымышленный персонаж Чебурашка стал известный всем. Вот Метабароны и в принципе вся эта каста Метабаронов, как он называет, это есть некие уже персонажи, которые заработали определенную эгрегореальность, то есть имеют определенный вид энергии, собранной естественно с людей. И соответственно за счет этой энергии они работают. Вот такая вот рубашка у карт, интересная. И вот сами карты. Я всегда делаю обзор по старшим арканам, если это Таро, для того, чтобы было понятно энергетику карт для специалистов. Вот такие карты. Сейчас скажу, чем они понравились мне. Значит энергии этих карт огонь и металл в основном. Если вода, то скорее лед. Значит что они дают? Возможность работать с нападениями и с защитами. Вот в этом плане эти карты очень хороши. Именно магической работы. Что касаемо предсказательной техники. Здесь бы я обратила ваше внимание, что хорошо просматривать ситуации с нападением, ситуации связанные с подбором ритуала. Вот с такими ситуациями лучше работают эти карты. Ну я просто хочу, чтобы вы прочувствовали энергетику металла, воды, льда. Воды как льда, точнее, да? И огня. Карты вышли в издательстве Авалон, которые являются моими партнерами. Я вам показываю, чтобы вы приняли решение, нужны ли вам эти карты. Ну я думаю, для специалиста, который занимается магией Таро, конечно, безусловно, нужны как новый опыт. Потому что новые карты – это всегда новый опыт. Ну и сами карты по себе, конечно, интересны, поскольку они обладают, я говорю, игрегорами. Игрегором вот этих метамбаронов, которые уже прописаны в человеческом сознании. Людей, которые читали неоднократно эти комиксы. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok